Последняя наша часть посвящена… Я хочу такую небольшую подводку сделать. Суть в том, что когда мы разговаривали с различными людьми, которые занимаются управлением, пытаются управлять своим жильем, мы еще столкнулись с такой историей, что с одной стороны, вроде как нам говорят, есть, например, какие-то образовательные и оффлайн-программы, и онлайн-программы для того, чтобы люди узнавали, как правильно управлять своим жильем. Есть какие-то порталы, на которых вроде как размещаются методички, работают много людей, но при этом нам в разговорах говорят те самые управленцы, что, блин, ничего не понятно, непонятно, где взять правильную информацию, где она действительно, где последний вариант шаблона, там какого-нибудь обращения, то есть в итоге как бы какой-то единого места нет. При этом есть, например, инфраструктура и бесплатная, и уже платная даже появляется для проведения онлайн-собрания собственников жилья, но этот вопрос все еще не закрыт для массово, для управленцев, для тех, кто пытается провести общее собрание собственников удобно в своем доме. При этом есть, наоборот, люди осваивают и приспосабливают цифровую инфраструктуру, которая для этого вроде как не изобретена, да, там социальные сети, которые вдруг становятся площадкой для того, чтобы объединить жильцов или обсудить, или голосовалку провести, что-то узнать. И вроде как у нас при этом есть, например, ГИС ЖКХ, на разработку которой потрачены какие-то миллиарды рублей, но почему-то она не является тем местом, где мы могли бы массово прийти, найти нужную нам информацию, и онлайн как-то удобно провести собрание. В общем, вот эта тема цифровой инфраструктуры, которая дала бы нам удобное место и стала бы источником знаний, оно как-то оказалось нами, как это, с удивлением обнаружилось, что место это не закрыто. И что-то рассказать об этом мы попросили Владимира Лазарева, директора по развитию цифровых проектов Центра проектный офис Ранхикса. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Надо нажать, да, на микрофон? Да, уже включим. А, ну уже включим. Так, здравствуйте еще раз. Всем привет. Меня зовут Лазарев Владимир. Я являюсь директором по развитию цифровых проектов, как уже было сказано, в Северо-Западном институте управления Ранхикс. Вместе с этим у меня есть опыт работы на государственной службе. Я являюсь референтом государственной гражданской службы второго класса. Работал в сфере ЖКХ в своей области. И сегодня я хочу с вами поговорить как раз-таки о цифровой трансформации ЖКХ. Вообще, в принципе, разобрать тот феномен, который сейчас происходит. Что же такое цифровая трансформация, что под ней подразумевается, как вообще к этому можно привязать ЖКХ, как это используется в ЖКХ. Непосредственно, конечно, поговорим и про площадки, которые сегодня были упомянуты, и ГИС ЖКХ. Сразу могу сказать, что у нее немножко другая цель, о чем мы тоже сегодня поговорим. Не могу сказать, что она, естественно, исполняется. Но, тем не менее, немного по формату работы хотел бы сразу сказать. Будет небольшая презентация. Я буду больше говорить, будут картинки и так далее. А потом будет небольшой интерактив. Я покажу, собственно говоря, свои какие-то наработки, которые в ближайшие несколько дней я попытался осуществить для того, чтобы помочь жильцам с управлением личным хозяйством домами. Итак, начнем, в принципе, с того, что вообще, в принципе, цифровая трансформация из себя подразумевает. Потому что многие люди, когда говорят про цифровые технологии, они понимают абсолютно разные понятия. И видите, даже здесь на слайде приведен уровень цифровизации отдельных отраслей экономики России. Но важно понимать то, что это два, собственно говоря, разных понятия. Цифровая трансформация – это, в принципе, само по себе, это один большой процесс, который в себя включает. Обучение людей, развитие цифровой культуры этих людей, реорганизацию, а в некоторых случаях оптимизацию некоторых процессов, которые производят компании, и только потом уже внедрение цифровых технологий. Почему все стремятся применять цифровые технологии? Я думаю, в принципе, понятно, но, тем не менее, на слайде приведены основные ожидания, чего же ждут, собственно говоря, бизнесмены, государственные органы, просто жители от внедрения цифровых технологий. Здесь, конечно же, представлен не весь перечень ожиданий, но, тем не менее, основные из них выписаны. Почему я именно это привел, и почему именно, скажем так, данные исследования тоже здесь представлены на картинке? Чтобы было четкое понимание того, насколько сейчас есть, собственно говоря, в нашей стране цифровая зрелость для того, чтобы переходить на какие-то цифровые технологии, использовать их в своих бизнес-процессах и так далее. Как вы можете видеть, представлены лучшие практики. Это синяя линия, есть, собственно говоря, средний уровень по предметной области, это пунктирная линия, и оранжевая линия — это то, где сейчас находится Российская Федерация. Исследование было проведено Росатом. И, как вы можете видеть, в частности, что нас больше всего интересует, это различная государственная политика регулирования, это то, что относится как раз к предоставлению услуг, есть электронное правительство, это то, что, собственно говоря, связано с принятием обращений в электронном виде и так далее. И, собственно, как вы видите, мы пока что не очень хорошо в этом плане развиваемся. Какие-то предпосылки для развития, конечно же, есть. Но, тем не менее, зато больше всего мы задумывались о кибербезопасности. Возможно, это самое важное, я не знаю. Непосредственно цифровая трансформация нужна нашему государству. Все, в принципе, это понимают. То, что на этом можно сэкономить, можно внедрить цифровые технологии, чтобы оптимизировать какие-то процессы. И специально для этого было разработано целое, несколько даже, национальных проектов, которые с этим связаны. Я думаю, что вы знаете, есть национальный проект цифровая экономика, который в себя включает много-много разных других федеральных проектов по непосредственно обучению кадров цифровой экономики, по разработке сервисов и так далее. И есть федеральный проект, допустим, который называется «Умный город». Это то, что связано именно с системой жилищно-коммунального хозяйства. Как вы можете видеть на слайде, в представленном определении, здесь описано, что же такое «Умный город». Это не что иное, как градостроительная концепция интеграции множества информационных и коммуникационных технологий, в том числе интернет и вещей, о чем мы далее поговорим, и так далее, для управления городской инфраструктурой, транспортом, образованием, здравоохранением, ну и, конечно же, системой ЖКХ. Данным федеральным проектом, естественно, предусмотрены определенные целевые показатели, которые вы также можете видеть на слайде. То есть наше государство стимулирует, в том числе и коммерческие предприятия, и государственные органы к тому, чтобы внедрялись определенные цифровые технологии. Например, один из целевых показателей, который мне показался интересным, это то, что 15% должен быть рост доли управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированную систему диспетчеризации, прошу прощения, и увеличение числа многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов. Здесь сразу же хочется сделать небольшое отступление и сказать то, что на самом деле все данные, перечисленные мною, целевые показатели, они основываются на данных, которые передают пользователи, которые передают пользователи коммунальных услуг, которые передают пользователи определенных сервисов, в том числе то, что связано с ГИС ЖКХ. И, собственно, вся вот эта цифровая трансформация, она направлена на то, чтобы поменять немножко парадигму управления. В каком плане поменять? Значит, есть умная ЖКХ, как это называют у нас сейчас. То есть это различное количество огромных датчиков, устройств интернета, вещей, которые внедряются, ставятся повсеместно в дома, в различные пункты типа остановок, осветительных приборов и так далее. Все это делается для того, чтобы собрать как можно большее количество данных о том, как протекает процесс, о том, как работает устройство и так далее. На слайде здесь представлена только часть из тех, собственно говоря, датчиков, которые действительно можно сейчас внедрять, и это в принципе делается. То есть датчики загрязнения воздуха. Что это такое? Это обычный модуль, который, допустим, можно поставить на какую-то трубу предприятия и следить за выбросами. Датчик движения практически есть в каждом доме, где есть, скажем так, свет, который зажигается, когда заходит человек в подъезд. Датчик температуры — это тоже, в принципе, ничего нового в этом нет. И по каждому из этих датчиков можно точно так же привести миллион примеров, где они уже используются. Самым главным из этого всего нужно вынести то, что есть устройство, которое считывает электрический сигнал, который может, собственно говоря, измерить любые данные о каком-то конкретном процессе, который происходит. Вы можете сказать, ну, это какие-то теоретические вещи, зачем ты нам это говоришь, а я вам сейчас докажу то, что это уже давным-давно, собственно говоря, пытается внедриться в систему управления. И называется это управление на основе данных. Управление на основе данных вообще в принципе имеет три основных пункта. Это данные, информация, знания. Первое — это данные, это факты и образы. Применительные к сфере ЖКХ. Что такое данные? Ну, вот, допустим, у нас есть конкретный пример. Потребление холодного водоснабжения жильцами за месяц в каком-то доме определенном составило 200 кубических метров. Окей. По данным общедомового счетчика за один месяц оказалось то, что все-таки используется 220 кубических метров. То есть потери 20 кубических метров воды. За что управляющая компания должна переплатить? Скорее всего, она переплачивать не будет и переложит эту историю в виде какого-то тарифа, увеличения его на жителей и так далее. Хорошо. Мы с вами получили какие-то данные. Что мы с вами можем сделать? Или что может сделать, допустим, руководитель управляющей компании по отношению к этим данным? Он может эти данные превратить в информацию. То есть начать их как-то обрабатывать, получить какие-то дополнительные знания из тех данных, которые были собраны. И, соответственно, после этого получить знания, то есть упорядочить эту информацию, сделать вывод. В нашем примере, собственно говоря, все очень просто. То есть руководитель посмотрел, есть ли какие-то прорывы труб, кто-то сообщал ли о них или нет, какое давление в трубах вообще в принципе. То есть может быть можно по этому показателю идентифицировать, есть ли утечка или нет. Посмотрел, есть ли признаки подтопления в подвале жилого дома, допустим. Ну тоже нет. То есть перечислил все возможные варианты, что это может быть. И в итоге оказалось, что все-таки были поданы неверные сведения по приборам учета холодного водоснабжения. Ну в принципе, правда, этот пример достаточно простой. И я думаю, что многие из вас об этом тоже задумывались. Возможно, могут его перенести на какие-то свои жизненные ситуации. Но сама суть заключается в том, что сейчас все вот эти операции, которые я перечислил выше, они непосредственно связаны с алгоритмами и с автоматизированными системами. То есть сейчас на данный момент не нужно какому-то конкретному человеку сидеть и обрабатывать огромные файлы Excel, в которых собраны миллионы и миллиарды строчек с различными характеристиками. Это может сделать одна программа. Причем она может это сделать гораздо лучше, чем непосредственно какой-либо человек. И когда мы говорим о данных, вспоминаем предыдущий слайд, вот посмотрите, собственно говоря, какие данные можно собрать. И программа их непосредственно обработает и сделает определенные выводы о том, допустим, есть ли утечка воды или нет утечки воды. Когда лучше поднять температуру, допустим, в отопительный сезон, то есть непосредственно релевантно в соответствии с той температурой, которая есть на улице. Не знаю, допустим, датчик уровня жидкости, опять же, может определить, есть ли какое-то подтопление в подвале и так далее. И сообщить непосредственно в управляющую компанию, когда непосредственно это событие будет произведено. И вместе с этим появляется огромное количество различных сервисов, как государственных, так и коммерческих, частных, в том числе, может быть, от каких-то людей, которые эту информацию собирают. И сейчас бы я хотел вам как раз рассказать о тех сервисах, которые есть, немножко об этом поговорить, передать свой какой-то опыт работы с этими сервисами, потому что я с ними тоже работал, встречался. И первое, что хотелось бы сказать, это разница между GIS и AIS. На экране сверху представлена шапка сайта GIS ЖКХ. Расшифровывается это очень просто. Государственная информационная система. В чем, собственно говоря, фишка? Почему эта платформа не становится тем, что хотят граждане? И почему именно так вот это все обставляется? Дело в том, что она предназначена как раз-таки немножко для других вещей. Она предназначена для того, чтобы собирать информацию о ваших домовладениях, собирать характеристики тех объектов инфраструктуры, которые находятся на территории муниципальных образований, городов, районов в целом и России в целом. То есть сейчас идет огромная работа по тому, чтобы сделать один большой цифровой двойник нашего государства. И четко понимать то, что там, допустим, в каком-то месте у нас там плохие трубы, их там, значит, надо поменять. Но это, конечно же, альтруистические цели, которые еще нужно достичь. Но тем не менее, изначально это было задумано под таким предлогом. И непосредственно, как вы можете видеть, в шапке представлены все, собственно говоря, участники этого процесса. Это органы власти, как федеральные, муниципальные и так далее. Есть поставщики услуг управляющей компании. И непосредственно получатели услуг. То есть все люди должны туда заносить информацию. Ну, конечно же, жильцов это касается в меньшей степени, потому что в основном это делают управляющие компании и органы власти. Но смысл в том, чтобы создать огромный такой реестр информации, по которому можно будет потом ходить и, соответственно, делать какие-то выводы о том, как работает вообще в принципе ЖКХ в целом. Возможно, на этой основе попытаются сделать сервис для голосования и так далее, о чем мы тоже в дальнейшем поговорим. Но сейчас на данный момент все внимание сконцентрировано на том, чтобы управлять системой ЖКХ на основе каких-то конкретных данных. То есть чтобы было понимание, что вот здесь вот у нас, допустим, такая-то проблема, ее решать следующим образом. И алгоритмы, конечно же, могут это подсказать. Теперь в нижней части слайда представлены АИС реформы ЖКХ. Сразу хочу сказать, что АИС — это автоматизированная информационная система. К государственным системам она в принципе не имеет особо никакого отношения. Данная система, о которой мы говорим, она была зарегистрирована хоть и государственной корпорацией фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, у которой там в учредителях есть и Минстрой России и так далее. Но тем не менее это больше все-таки коммерческое предприятие, целью которого, кстати говоря, является то же самое. То есть мы должны собрать огромное количество данных, но не для того, чтобы четко понимать, как управлять системой жилищно-коммунального хозяйства, а для того, чтобы непосредственно потом на этой основе мы могли, допустим, выбирать более рентабельные коммерческие проекты, в которые потом наш фонд будет вкладываться. Допустим, мы там четко понимаем то, что, допустим, в какой-то области, ну не буду называть конкретных примеров, но тем не менее, мы, допустим, четко понимаем то, что в определенной области вода не соответствует санпину. То есть мы непосредственно можем уже в эту область прийти, прийти к правительству и сказать, ребята, мы в курсе о вашей проблеме, давайте мы с вами заключим инвестиционный контракт и сделаем все по-человечески. Но это все-таки больше относится к бизнесу. И вот именно к этому я пытаюсь подвести, собственно говоря, эту дискуссию, то, что цифровая трансформация открывает для нас новые бизнес-модели, новые практики того, как непосредственно коммерческие предприятия в роли управляющих компаний в том числе могут взаимодействовать с жителями. Например, появляется огромное количество цифровых платформ, например, которая приведена на слайде, это умная ЖКХ. Сразу хочу сказать, что единых цифровых платформ на всю Россию нет. И скорее всего не будет, потому что это точно такой же рынок, который делят между собой, крупные игроки и так далее. Как вы можете видеть, здесь есть описание, но я все равно чуть больше расскажу об этом. Цифровая платформа включает огромное количество сервисов, то есть и по подаче непосредственно показаний счетчиков, и по обращениям граждан, и по каким-то форумам, обсуждениям, и какие-то практики, и мобильные приложения у них есть, чтобы все было для вас удобно и так далее. Но они вам, конечно же, никогда не скажут до подписания контракта, что за оплату коммунальных услуг через эту платформу будет взиматься небольшая комиссия в роли 1%. И это нормально, потому что это коммерческие отношения. Вместе с этим они подключают огромное количество устройств интернета, вещей, о которых я рассказывал чуть раньше, для того, чтобы четко понимать, когда у вас сломался кран, когда лучше вам посоветовать, допустим, какую-то фирму, которая может прийти и сказать, мы знаем, что у вас, допустим, есть проблемы с трубами, давайте мы вам их поменяем. Мы знаем, что у вас есть определенные проблемы, допустим, с кровлей, мы видим то, что у вас поступает обращение от жильцов, то, что течет крыша, вот мы готовы вам предоставить свои услуги. Это тоже еще одна, собственно говоря, коммерческая бизнес-модель, которая используется сейчас. И в принципе это нормально, потому что это все-таки коммерческие отношения, информационная среда, технологии и так далее. Теперь перейдем к цифровым сервисам. То есть цифровая платформа отличается от цифрового сервиса тем, что в платформе объединены многие сервисы. То есть там может быть все, что угодно вообще. Все для вашего удобства. Условно, когда вы заходите в социальную сеть, у вас есть и сообщения, и видео, и музыка, и фотографии, все, что угодно. Такая же история с платформой, которая связана с жилищно-коммунальным хозяйством. Вы заходите, у вас там есть все. И голосование, и мобильное приложение и так далее. Цифровые сервисы в этом плане более гибкие, потому что есть конкретная специфика данного сервиса, которым можно пользоваться. Допустим, на слайде привезена единая уже информационно-аналитическая система, которая работает в Москве. То есть это реальный пример. Можете посмотреть в интернете. Все ссылочки есть. Презентацию тоже скинул. Через данный сервис непосредственно привезено мобильное приложение. Сразу проведите общее собрание собственников онлайн. И действительно в этом плане Москва, вот те органы, которые занимаются ЖКХ в Москве, они молодцы. Почему? Потому что они в свое время смогли сделать вовремя региональную нормативную базу под такой феномен, как именно общее собрание собственников онлайн. Как вы видите, у нас есть конкретные пункты из статьи о Жилищном кодексе Российской Федерации, которая нам разрешает проводить подобного рода собрания в электронном виде через определенные автоматизированные системы. Но именно что это за система и как должен проходить конкретно порядок вот именно онлайн-голосования, это определяется региональной нормативкой. Поэтому там, где она есть, собственно говоря, путь открыт, пожалуйста, делайте. Там, где ее нет, непосредственно сначала нужно принять нормативный правовой акт для того, чтобы с этим работать. Это что касается цифровых сервисов. Сейчас мы поговорим с вами именно о тех, скажем так, сервисах, которые уже работают для граждан, с которыми можно поработать, да, какие есть практики, коммуникации между управляющими компаниями и жителями. И рассмотрим вообще плюсы-минусы того, как это работает. Ну, конечно же, прежде всего нужно сказать о том, что в Санкт-Петербурге есть вот у нас Жилищный комитет, есть такой сервис, да, портал Жилищно-коммунального хозяйства, где у нас есть вся непосредственно региональная нормативка. Я хочу напомнить, что в нашей стране ежедневно принимается порядка 200 поправок к законным и нормативным актам федерального уровня. Вместе с этим есть региональный уровень и непосредственно огромное просто количество информации. Если вы хотите обладать именно полной и достоверной информацией, вам ее нужно мониторить на официальных ресурсах. Для чего? Да потому что, чтобы она просто всегда была актуальна. Иногда из-за одного пункта непосредственно вы можете совершить такую ошибку, которая вас подведет, допустим, под какую-то внеплановую проверку, которая никому, конечно же, не нужна. Вот это что касается именно нормативной базы. Также у нас есть в Санкт-Петербурге портал Госуслуг, в котором есть непосредственно сервисы. Вот они там, вот здесь вот, в правой верхней части экрана. В котором можно выбрать именно государственные услуги, которые относятся к Жилищно-коммунальному хозяйству. Чем интересен этот сайт, помимо того, что он рассказывает о тех услугах, которые есть, как их получить, опять же, нормативка, шаблоны и так далее, есть сразу указания того, как вы можете их получить. То есть видите, здесь вот у нас представлены три иконочки. Первая иконочка компьютера — это электронный вид. Вторая иконочка — это человек, это, соответственно, получение услуги в МФЦ. И третья иконочка — это здание, это то есть получение услуг только в государственном органе. Здесь непосредственно это очень удобно, для чего, опять же, для того, чтобы не тратить лишнее время. Если услугу можно получить в электронном формате, то лучше это сделать в электронном формате. Потому что, я думаю, то, что вы люди деловые и цените свое время в том числе. Конечно же, в МФЦ тоже можно обратиться по ряду услуг, но есть те услуги, которые предоставляют именно органы государственной власти, то есть от этого никуда не деться. То есть ни через МФЦ, ни в электронном виде никак, только приходить. Это, допустим, что касается возмещения субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства определенными категориями граждан. Это вот вторая история, про которую я хотел рассказать. История номер три — это, конечно же, периодические цифровые издания, про которые тоже хотелось бы вам рассказать. Почему? Потому что на таких периодических изданиях, как правило, люди уже собирают определенную выжимку из нормативки, из тех процессов, которые происходят в государстве, и выкладывают уже аналитические статьи по этому поводу. Вместе с тем на подобных площадках всегда есть форум. То есть вы можете поговорить с живыми людьми, задать свой вопрос интересующий, спросить непосредственно, может быть, кто-то уже сталкивался с какой-либо проблемой, которая вас интересует, и получить релевантный ответ, то есть тот, который вам подходит. На слайде представлен один из таких сервисов. Вот это жкх.ру.рф. Это сайт, который работает с 2007 года, если мне не изменяет память. И достаточно активно. То есть по белому счетчику Яндекса там порядка 700 тысяч посещений в год, то есть уникальных пользователей, которые заходят, что-то смотрят и так далее. Вот этим, конечно же, тоже можно пользоваться. Далее. Интересный сервис, который называется «Ты решаешь ЖКХ». Он запущен, к сожалению, в Москве, но тем не менее, ничего не мешает его сделать и в любом другом регионе. Суть данного сервиса очень проста. Это огромное количество различных опросов по тематике жилищно-коммунального хозяйства непосредственно к жителям домов. То есть по абсолютно различным тематикам. Как вы видите, начиная от работы дворника в нашем доме, то есть можно оценить, оставить какой-то отзыв, до в целом работы управляющей компанией на определенной территории. То есть ее также можно оценить, также можно задать какой-то вопрос, оставить комментарий. Для чего это все делается? Очень просто, на самом деле, опять же, собираются данные. Причем данные собираются не просто государственными органами, а к ним также имеют доступ и управляющие компании. Для чего? Для того, чтобы делать услуги своей управляющей компании более клиентоориентированными. То есть поворачиваться, собственно говоря, лицом к клиенту и общаться с ним. То есть узнавать у него постоянно, что ему нравится, что они нравятся, какие улучшения могут быть сделаны, и для чего это нужно. Это, соответственно, увеличивает и лояльность клиентов к определенным управляющим компаниям и непосредственно влияет на качество оказания услуг. Потому что вы всегда можете очень быстро промониторить ситуацию. Условно, если вы увидите, что у вас 100 человек неудовлетворительно оценивает работу дворника, то, наверное, что-то действительно не так. Это вопрос управления на основе данных. Мы получаем данные и можем делать четкие выводы. Этот сервис, да, действительно, он пока что работает только в Москве, но аналогичный сервис никто не запрещает запустить на территории любого другого региона, города и так далее. Следующая история, которая связана с сервисами для граждан, это, конечно же, сайты управляющих компаний. Собственно говоря, любая организация, которая работает в эру информационных технологий, она должна иметь страничку в интернете. Просто потому, что это показатель определенного, скажем так, определенного имиджа этой компании. Если же у нее нет странички в интернете, то у нее есть в любом случае на различных агрегаторах типа Google Maps или Яндекс.Мэпс, 2GIS и так далее. В любом случае есть карточка объекта, в которую любой человек может зайти, оставить отзыв, оценить компанию, естественно, оставить какие-то свои пожелания и так далее. Вот, допустим, здесь есть пример сайта, который относится к управляющей компании «Дом и хозяин». Это тоже… Нет, это не Московская область, это Ленинградская область. И на нем сделан целый раздел, который посвящен отзывам жильцов. То есть где жильцы непосредственно перед тем, как вызвать государственную жилищную инспекцию, например, могут зайти на него и оставить какие-то определенные комментарии для того, чтобы управляющая компания сама устранила какие-либо недочеты, чтобы она сделала жизнь жильцов более комфортной. Опять же, вы видите то, что отзывы могут быть положительные, отзывы могут быть отрицательные. И на этой основе, конечно же, можно корректировать непосредственно предоставление услуг управляющих компаний. Ну и вместе с тем, то, что я вот говорил, например, на Google Maps, конечно же, у каждой управляющей организации, которая вообще в принципе существует, она уже давно, собственно говоря, попадает в реестры, которые наносятся на эти карты. И у каждой из них есть карточка, что в Яндексе, что в Гугле, что в Двагисе. Поэтому непосредственно мониторить отзывы, это тоже очень полезно. И оставлять отзывы это очень полезно со стороны граждан, потому что вы можете непосредственно влиять на принятие решений управляющих компаний. И при этом, при всем, когда мы говорим о клиентоориентированности, это тоже определенные элементы клиентоориентированности. То есть когда вы говорите жителям не только на собрании, допустим, которое проводится, а непосредственно в постоянном диалоге находитесь, это, конечно же, очень удобно. И сейчас во многих регионах, во многих городах, домах, конкретно даже в подъездах, есть просто чаты, допустим, в наиболее известных мессенджерах, такие как Viber, WhatsApp, Telegram, которые позволяют всех жильцов добавить в этот чат и непосредственно следить о том, о чем они общаются, какие выводы делают, какие там вопросы их непосредственно интересуют. Я со своей стороны хочу сказать то, что наиболее распространенная история у людей от 30 и далее это Viber, конечно же, у более молодых это Telegram. Государственные служащие почему-то пользуются WhatsApp, я не знаю почему. Но тем не менее сейчас бы я вам хотел показать, поскольку я все-таки директор по развитию цифровых проектов, сам имею некоторый опыт в написании некоторых программ. Я бы хотел вам показать свою наработку, которую я буквально за несколько дней до мероприятия подготовил и хотел бы вам ее, скажем так, показать. Возможно, вы сможете ей пользоваться. Это не стоит никаких денег и непосредственно, если там будет интересно, потом можно будет непосредственно ее получить, поговорить о том, как это сделать. Сейчас я сверну непосредственно презентацию и мы зайдем с вами в Telegram. Почему именно Telegram? Потому что у Telegram очень хороший API, а именно средство разработчика, которое позволяет любому человеку, который чуть-чуть разбирается в программировании, непосредственно очень быстро вникнуть и создать определенный механизм, а именно чат-бота или интеллектуального ассистента, который может быть полезен и управляющим компаниям, тем более будет полезен товариществам независимых собственников жилья. Почему? Потому что подключить платформу иной раз – это очень дорого. Это непосредственно влияет на финансовые показатели организации и так далее. Создать такого бота – это, во-первых, несложно, во-вторых, это гораздо проще. Итак, допустим, для примера у нас есть управляющая компания, которая называется «Лучшая УК». Вот они сделали своего чат-бота, чтобы экономить время жителей при коммуникации с сотрудниками и так далее, получение какой-то информации, оставление приборов учета и так далее. Ну, давайте его запустим, посмотрим, как это работает. Итак, мы запускаем на шоу-бот, и сразу же мы видим, что наши данные защищены. Данные защищены непосредственно Telegram, потому что у него очень хорошие непосредственно, ну, скажем так, средства разработчика, которые связываются с серверами. То есть вся информация, которая передается, она шифруется и так далее. Сразу хочется сказать, что в данный бот могут войти только те люди, которые, допустим, управляющие компанией или DSG или еще кто-то в него добавят. Поэтому именно он здоровается по имени-отчеству и сразу присылает нам наш номер телефона, допустим, для связи, сразу же выкидывает лицевой счет, который присвоен данному плательщику. У нас есть четыре кнопочки. Меню очень стандартное, очень простое. Оно может быть любое, опять же, на основании исследования. Ее можно переделать и так далее. Ну, давайте посмотрим, что умеет данный бот. Допустим, мы нажимаем на услуги. Он нам предлагает, значит, что? Ну, самый стандартный вариант подачи показаний, оплаты услуг и обращения. Давайте подадим показания непосредственно. Он нам говорит, для того, чтобы отправить показания, допустим, отправьте информацию по такой-то форме. То есть форма очень простая. Номер дома, квартиры и основные показатели. Ну, давайте ему отправим эти данные, посмотрим, что он нам скажет. Все, отправляем. Он нам говорит, большое спасибо, что подали показания в срок. Ваши показания, прибор в учет, успешно переданы. На этом моменте показания могут отправляться как на сервер, как в базу данных какой-то определенной управляющей компании, даже в Excel могут отправляться, или же сообщением, допустим, к какому-либо сотруднику управляющей компании. То есть это очень просто. Это упрощает коммуникация. После того, как мы отправили показания, наверное, будет логично их оплатить. Давайте оплатим. Так, опять же, у нас все очень просто. Для оплаты услуг там укажите номер лицевого счета. Окей, давайте укажем вот номер лицевого счета. Так, копируем. Да, я понял. Мне торопят, извините. Вот у нас есть, значит, показания по нашему лицевому счету. Мы видим то, что сумма к оплате там 100 рублей. Ну, как бы не сочтите, скажем так, не судите строго. Я тут не брал какие-то конкретные нормативы и так далее. Вот у нас есть наши показания к нашему лицевому счету. И все, собственно. После этого формируется ссылка на оплату. Мы на нее кликаем. Здесь в данный момент у меня привязана ссылка на mail. Просто так я это сделал. Но вообще по-хорошему, когда есть определенные данные, можно формировать ссылки уже непосредственно в банк, в котором работает управляющая компания. Ну, еще что у нас есть из услуг. Допустим, есть обращение в УК. Соответственно, мы можем там написать, допустим, потекла крыша. Ой. Сейчас. Потекла крыша. Отправляем. Спасибо, что вы передали обращение. Непосредственно оно, опять же, отправлено либо какому-то специалисту, либо какому-то, я не знаю, куда угодно, собственно говоря. Вы сами можете сказать, куда ее отправить. Это все очень легко программируется. Есть такие штуки, как голосование. Опять же, мы можем оценить, допустим, работу дворника. Ну, я считаю, что дворник работает отлично у меня в доме, поэтому я нажимаю «отлично». Опрос может быть как анонимный, так он может быть непосредственно представлен определенными людьми, то есть кто проголосовал. Естественно, то, что данный механизм, он, скажем так, не до конца отвечает требованиям законодательства в плане именно голосования общего собрания жильцов, но какие-то определенные моменты через этот механизм можно непосредственно и решать. Опять же, там можно оценить отопление, можно оценить работу управляющей компании. Собственно говоря, все там удобно, удовлетворительно считаю. Опять же, есть контакты, все очень просто. Сюда, опять же, можно добавить очень много разных вещей, типа как дойти до офиса управляющей компании. Можно передать свой номер для связи, можно, допустим, фотографию какую-то отправить, это вот к обращениям, кстати говоря, забыл сказать. И все это делается очень просто. Опять же, реквизиты, все, что можно. И непосредственно специально для, поскольку я знаю тему непосредственно наших мероприятий, здесь есть такая штука, которая называется база знаний. Здесь собраны непосредственно все основные темы по базам знаний, именно по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и мы непосредственно можем обратиться. На данный момент этот раздел не заполнен, потому что, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, какой объем информации нужен для того, чтобы заполнить эту историю полностью, и, скажем так, в общем так, чтобы это соответствовало букве закона относительно того, что есть на самом деле. Ну вот этот вот как раз вопрос, то есть можно обсудить, и если есть какие-то пожелания сюда добавить, можно это все добавить. Вот данный бот я написал, наверное, за день, то есть это не так сложно. Он тиражируемый, то есть можно менять данные и так далее, устанавливать на различные сервера, в различные, то есть управляющие компании внедрять, и это, конечно же, даже если там, допустим, не хотите воспользоваться нашими наработками, разработать такую историю, это до 50 тысяч рублей в любой, собственно говоря, компании, то есть это гораздо дешевле, чем любая другая платформа. Ну да, такие проблемы, конечно же, тоже есть, но знаете, на самом деле, когда речь идет о том, что управляющая компания хочет сделать себе положительный имидж и работать на людей, она, конечно же, выбирает абсолютно различные пути для того, чтобы непосредственно показаться лучше для жителей и предоставлять более качественные, эффективные услуги. Итак, уважаемые коллеги, на этом все. Я хочу подвести итог. Итог будет очень короткий, заключается он в том, что цифровая трансформация с ЖКХ, она неизбежна, есть определенные точки роста, которые связаны с тем, что давным-давно и уже сейчас будут на нас с вами собирать данные о том, как мы с вами пользуемся жилищно-коммунальными услугами, о том, как мы вообще взаимодействуем с управляющими компаниями. На этой базе будут стараться делать определенные сервисы, которые должны, собственно говоря, повысить эффективность предоставления этих услуг. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, готовь на них ответить. Хорошо, давайте начнем. Владимир, огромное спасибо за вот эту презентацию, потому что лично для себя, думаю, многие тоже уяснили, чем отличается GIS от AIS и все остальные присоски, которые рядом. У меня очень понравился, кстати, бот, написанный вам, и если вы его все-таки собираетесь тиражировать, я бы воспользовался вашим предложением. И короткий вопрос на самом деле. Скажите, то есть, да, мы все прекрасно понимаем, что все цифровые сервисы – это определенные big data on us. Как вы себе видите, раз вы в эту сферу сейчас погружены, каким образом в перспективе 3-5 лет это будет все-таки использовано в пользу, либо, скажем так, для каких-то коммерческих целей по отношению ко мне как к потребителю услуг. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле он очень интересный. Почему? Объясню сейчас. Я разобью ответ на несколько частей. Ну, во-первых, использование big data – это то же самое, что использование, допустим, ножа. Кто-то с помощью ножа будет резать хлеб, там, я не знаю, там, продукты какие-то. Кто-то попробует с помощью ножа убить человека, допустим, причинить какой-то вред. И с big data, в принципе, то же самое. На данный момент все обстоит как? Несмотря на то, что у нас, как было показано в исследовании Росатома, большое значение уделяется кибербезопасности, абсолютно везде происходит огромный, в огромных количествах утечки данных. Ими пользуются и мошенники, ими пользуются коммерческие структуры, спамеры различные, да, те, кто привлекают непосредственно клиентов. Поэтому в этом плане, наверное, в ближайшие 3-5 лет это, скажем, тенденция будет только усиливаться. Потому что почему вообще начали работать все алгоритмы? Потому что они и раньше существовали. То есть первые нейронные сети, там какие-то, да, базы данных, они все появились еще там в 1970-60-х годах. Но просто не было тогда такого огромного количества данных о нас, как о пользователях. Сейчас эти данные появились, их активно обрабатывают, их активно используют. И здесь тоже вот такой интересный пример хотел бы рассказать. Я думаю, многие из вас сталкивались. Вот приходите в магазин, да, и вам всегда говорят, возьмите, пожалуйста, скидочную карту, она бесплатная, применяйте ее. Ну, это вот один из элементов Big Data, потому что с помощью этой карты можно вас идентифицировать как покупателя, предложить вам, собственно говоря, там скидку на товар, который вы чаще всего покупаете и так далее. С другой стороны, я считаю то, что Big Data в правильных руках, в правильных руках я имею в виду именно у людей, у которых есть зрелая цифровая культура, она может помочь повысить эффективность управления вообще, в принципе, всем любым объектам управления, которые существуют, потому что есть четкое понятие того, что мы измеряем, в каком количестве присутствует этот объект или явление, и, соответственно, есть более четкие расчеты, на основании которых можно делать выводы. Наверное, как-то так вот отвечу. Спасибо. Я хотел спросить, ну, бот кажется простой штукой, эффективной. Почему у Кашки все делают себе приложения? То есть, ну, очень многие. Постоянно каждый считает своим долгом, написать приложение, которое надо качать в App Store и так далее. Зачем, если можно сделать бот? В чем разница? Ну, смотрите, здесь, опять же, важно разделять понятия. Есть управляющие компании, у которых в управлении находится, ну, допустим, там 200-250 домов, да, когда у них есть определенный ресурс, который они могут использовать. Они достаточно хорошо зарабатывают, и у них, в принципе, есть возможность это внедрять. Опять же, через мобильное приложение можно собрать гораздо больше данных, чем через определенного там бота там в Телеграме. Допустим, когда вы его устанавливаете, есть понимание о том, где вы находитесь, какие услуги вы оплачиваете, допустим, с помощью чего, какой карточкой даже возможно. То есть за это никто, ну, собственно говоря, сейчас там никакой ответственности не несет, и никто вам, конечно же, не скажет, что такие трекеры, они внедрены в эти приложения. С другой стороны, почему это происходит? Потому что это имидж, опять же. То есть с одной стороны, да, вот у нас есть какой-то бот в Телеграм, который подходит для небольших управляющих компаний. На самом деле в регионах их очень много внедряют. То есть можно посмотреть в интернете. Я тоже эту идею как бы не сам придумал, если вы об этом. С другой стороны, да, управляющие компании, у которых не такой большой ресурсный потенциал, они пытаются всегда оптимизировать расходы, сделать что-то попроще, да, но тем не менее все равно выйти на какую-то прямую коммуникацию с клиентом. И когда мы говорим о том, что есть месседжер, где непосредственно в диалоговом окне можно пообщаться, пообщаться, допустим, со специалистом, пусть даже это в виде бота, да, в виде какого-то ответа на вопрос, это, конечно же, всегда удобней. С другой стороны, опять же, нельзя забывать о том, что те люди, которые внедряют эти продукты, они тоже не все посещают, допустим, такие замечательные мероприятия, как это, и могут просто не знать о таких возможностях. Вот, наверное, как-то так. У кого-то еще возникли вопросы? Тогда у меня есть вопрос. Вот, зная весь этот спектр каких-то порталов, ГИСов и АИСов, все-таки, если, например, думать о том, чтобы для людей, которые вовлечены в управление своим домом, они могли найти всю информацию, даже, я не про умный дом, да, про то, как там, чего провести, какую бумажку нужна, как оформить в собственность участок, как организовать онлайн-голосование. Как вам кажется, на базе чего должна была появиться эта надстройка, где вот это все можно найти на базе того, что существует, или это должно быть отдельное какое-то место? Как вот в идеале могла бы выглядеть эта штука? Так, ну, наверное, самым правильным было бы, конечно же, во-первых, отдать это, собственно говоря, в руки государству, во-первых. Почему? Потому что государство вправе, во-первых, в любом случае контролировать все эти процессы, то есть оно может запросить все эти документы, если они там нужны, да. Во-вторых, непосредственно все участники могут видеть результаты, да, то есть если, допустим, государство там, ну, конечно, здесь очень много подводных камней, я понимаю, то есть, да, здесь есть и вопрос компроментации этих голосований, есть вопрос того, кто конкретно, какой пользователь, да, почему именно он там участвует в этом голосовании и так далее. Но смысл в том, что сейчас все постепенно сводится к тому, что различные электронные сервисы, да, вплоть до того, что там голосование, там информация, которую нужно получить, это все отдельные сервисы. Сейчас это все идет в объединение к определенным платформам, да, и, допустим, правильно было бы с моей точки зрения сделать это все там на базе, допустим, какой-то существующей истории типа ГИС ЖКХ, немножко переработать, добавить функционал, там, ограничить права пользователей определенных и сделать, допустим, вход для жильцов там через госуслуги, допустим, да, чтобы это можно было все смотреть. Но на данный момент, как я понимаю, это, ну, об этом никто как бы, ну, не то чтобы не думает, никто это пока что не доводит до ума, то есть не пытается внедрить. Относительно информации о том, что где посмотреть, ну, где посмотреть актуальную, да, там, нормативную базу, какие-то шаблоны и так далее, ну, это, конечно же, вот там, переходите в Санкт-Петербург госуслуги, допустим, там все это прекрасно, ну, все уже собрано. Вроде как оказывается, что не прекрасно, судя по тому, как рассказывают нам люди, непосредственно участвующие в управлении своими домами, что берешь какой-то шаблон, используешь его, приносишь, оказывается, что не там, не так, как бы тебя возвращают. Ну, то есть вот приходится идти на форум, общаться с какими-то там другими людьми, через неформальные сети получать дополнительную информацию. Ну, смотрите, во-первых, хочется сказать такую штуку, что есть такое понятие, как эксцесс-исполнителя, то есть человек, который принимает эту форму, во-первых, может сам не знать, правильно она или нет, во-вторых, формы, как правило, шаблонные, то есть они не подразумевают какой-то четкости. В них должна, ну, вот насколько я работал с нормативкой, там всегда написано как? Должно быть указано то-то, 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 то-то. Никто не говорит, что это должна быть в виде таблицы или там в виде PDF-документа или в виде еще чего-то. Есть просто определенный параметр, да? Есть, конечно же, нормативка, в которых прям прикладывается, то есть там типовая форма это называется, опять же, ее можно использовать, никто не говорит об этом. Ну, и опять же, да, я хочу заострить внимание на том, что нормативка, она постоянно меняется, все постоянно вносят изменения, и здесь уже вопрос к администраторам, допустим, данных ресурсов. Вот, поэтому, как бы, ну, опять же, я никого не пытаюсь защитить или выгородить, я хочу, чтобы вы понимали, просто на самом деле есть объективные процессы, которые происходят. Не все у нас автоматизировано, да? Как говорят, да, что такое электронный документ, это оборот по-русски, да, это взять электронный документ, распечатать, расписаться, отсканировать и отправить систему. Ну, вот, собственно говоря, то же самое может быть на этих GIS-ах и AIS-ах, конечно. Да, безусловно, да, да, да. И то есть нам постепенно еще нужно к этому всему доходить, да, к тому, что именно автоматизация, это не когда там часть процесса автоматизирована, а часть все равно приходится делать руками. Вот, и действительно, сервисы в этом плане, они должны совершенствоваться, и, конечно же, мы, как участники этого процесса, должны активно в нем участвовать для того, чтобы эти сервисы становились более удобными, да. Может быть, вот, кстати говоря, вы говорите про шаблоны, а кто-нибудь из этих людей писал в госуслуги, говорил, у вас на сайте неадекватные шаблоны. Ну, давайте с этого начнем. Понимаете, это же тоже определенный элемент этого механизма. То есть если нет обратной связи, то что улучшать? Спасибо. Может, еще какие-то вопросы возникли? Ну, тогда большое спасибо, Владимир, что рассказали нам весь этот разнообразный спектр, и я думаю, что можно обращаться к вам с вопросами, наверное. Да, безусловно. И какие-то контакты, может, если по телеграм-боту кого-то заинтересовало. Да, 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 сейчас, секундочку. Я не тот немножко слайд вывел у меня. Вот здесь, сейчас, сейчас, сейчас. Блин. Тоже тороплюсь, видите? Так, 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 так. Да, вот мои контакты, есть непосредственно почта, есть номер телефона, звоните. Будем рады вам помочь. В принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.